Сегодня в России отмечается День Фотографа. Мы, конечно же, поздравляем всех профессионалов и любителей этого вида творчества и рады представить вам нашего сегодняшнего гостя. Фотографа Андрея Антипина. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Скажи, конечно же, с чего все началось, почему именно фотография, как решил заниматься ей? Почему фотография? Ну, я интересовался искусством, то есть смотрел картины, мне нравилось, как пишут писатели великие, то есть картины, очень красиво пейзажи, то есть и портрет. А от этого я уже со временем начал отталкиваться, мне хотелось пробовать самому фотографировать, то есть тоже не писать, а именно фотографировать, на цифровую запись перенести. А писать не пробовал? Писать не пробовал, у меня, к сожалению... Другие таланты есть. Другие таланты есть, да. Андрей, скажи, пожалуйста, что для тебя критерий удачного кадра, вот в нескольких таких понятиях, словах? Критерий удачного кадра здесь можно трактовать с разных сторон. Так скажем, есть правила золотого сечения, которые многие фотографы притерживаются, что является критерием вот этого вот правильного кадрирования, правильной фотографии. А в густовах что такое правило золотого сечения? Это когда вы выставляете, то есть так правильно по золотому сечению, то есть по... Пересечении определенных линий, правильно? Пересечении, да, определенных линий, куда попадают взгляд... Актернатор Оль тоже это знает. Да. Куда попадает взгляд именно на тот предмет, который вы фотографируете по сечению. А я права, что, допустим, если мы говорим о портретной съемке, то есть такое мнение, что как раз-таки вот где пересечение этих линий, то есть правила золотого сечения, должны располагаться глаза человека, да? Да, совершенно верно. То есть располагаются там глаза, и это и есть правильная фотография. Но для меня можно не придерживаться золотого сечения. То есть, в принципе, для профессионалов, профессиональных фотографов. Здесь главное, каждый выбирает уже для себя. То есть это будут либо эмоции, либо действительно какой-то просто тот задуманный кадр, который он решил воплотить, чтобы его сфотографировали. Ну слушай, сегодня вот, ну, откровенно говоря, очень много фотографов. То есть, грубо говоря, куда не ткни человек-фотограф. Удается ли себя реализовать в этом многообразии, может быть, конкуренции, если так сказать? Реализовать на самом деле себя, конечно, можно, то есть так или иначе. Фотографов много, потому что сейчас большинство фотографов пытаются сделать себя как фотографию, как коммерческое, то есть как искусство сделать, как коммерция. То есть большинство переходит на фотографию как свадьба, то есть где действительно можно... Заработать денег. Заработать денег. Ну, не все учатся в школах, не все получают самообразование, где можно... То есть, грубо говоря, фотоаппарат купил и пошел фотографировать, как попало, да? Да, пошел фотографировал. А как все-таки выбрать хорошего фотографа из... И все, то есть, ну, как отличить хороший снимок от плохого? Ну, непрофессионалу, допустим, да, вот которым я, допустим, являюсь. Здесь, опять же таки, нужно встретиться непосредственно с фотографом, потому что на моем тоже пути попадались фотографии, когда я выбирал фотографа, да, выбирал себе непосредственно фотографа на свадьбу, попадались фотографы, где они предоставляли свои альбомы, где не являлись их фотографии, да, с чужими фотографиями, где они даже не понимали, как случился тот или иной снимок. Это было ужасно. Андрей, а скажи, пожалуйста, если мы все-таки будем говорить о творчестве, да, о фотографии как о виде творчества, вот есть ли какая-то профессиональная мечта сфотографировать что-либо или кого-либо, или, ну, не знаю, там, какой-то редкий кадр, может быть, хочешь получить. И жалуются ли по друзьям, то есть, да, хватит уже фотографировать нас. Вот, кстати, хороший вопрос о том, что хватит ли фотографировать, на самом деле, и пожелания к многим, наверное, фотографам, что лучше сделать несколько действительно хороших кадров, замечательных кадров, а все остальное лучше удалять и не хранить, оно не нужно. То есть это будут те фотографии, которые вам цены для вас, которые вы распечатаете и поставите себе на столик, будете любоваться. Ну, и все-таки про предпочтение, вот, Ольгин вопрос. Вот что хотелось бы, какая есть мечта, да, сфотографировать что-нибудь? Закат на Джималунгме, ну, грубо говоря. Да, наверное, скорее всего, хотелось бы сфотографировать закат, либо рассвет, утро, где-то в той стране, где-то действительно большое солнце. Это просто непередаваемое ощущение того, когда вот, ну, утреннее солнце восстает. Вот, кстати, Андрей, у нас не так много времени, вот, совсем буквально его нет. Утром у нас выходит программа. Есть ли какие-то основные особенности утренней фотосъемки? Да, есть, на самом деле, утренняя фотосъемка. Главное – проснуться. Главное, да, первоочередно – это проснуться. Это, возможно, будет и 5, и 4 утра. Это будут отличные, замечательные кадры. Также и мой совет начинающим фотографам – это восстает солнце, и вот эти вот золотые лучи – это просто прекрасно. Спасибо огромное, с праздником тебя. Мы надеемся, что ваше путешествие только началось, и вы еще найдете свое большое солнце. Спасибо вам большое. А мы вам напоминаем, что все интервью с нашими гостями смотрите на нашем сайте kuban24.tv. Не переключайтесь.